всем привет сегодня поговорим о моей сборке улучшенной и дополненной linux minson amon 18.2 64 битная значит ну говорить буду на три части в первой части расскажу о самой сборке во второй части видеоролика покажу как скачать мою сборку как ее проверить как записать на флешку и как с флешки установить на жесткий диск и в третьей части покажу на как эту сборку настроить конкретно под себя или там скажем под конкретного пользователя ну давайте начнем с маленьких мелочей вот верхнюю панельку я сделал прозрачный абсолютно ну нравится мне так дальше кайродок я поменял на планк вот оно значит объясню почему в карадок собой на приносит очень много скажем так шелухи но я с этим столкнулся на когда значит сделал окно входа и у меня там вместо привычного значит классический вход в ценам он а linux min ценам он и в режиме программного рендеринга у меня там еще появилась значит и карадок но и карадок и еще два оконных менеджера значит окна бокс и энлайтнинг вот собственно говоря мне это не очень-то понравилось потому что я люблю ставить только то что хочу вот а здесь говорится меня как бы и не спросили вот уже поэтому я поставил планк довольно таки любопытная панелька я вам сейчас вот немножечко пару слов о ней расскажу тут есть свои нюансы вот я ее чтобы начальный процесс показать вот сейчас пока просто вот так вот уберу вот она исчезла вот при загрузке компьютера вы будете видеть вот такую картинку и вот наверху в левом углу вот на якоречко нажимаете и у вас появляется планк вот таким как говорится на простым и не мудреным способом значит на как суда на прикрепить и как открепить самые различные на скажем приложение ну вот давайте сделаем так вот я возьму калькулятор правой кнопкой прикрепить к панели вот меня галочка стоит а я значит галочку эту снял из панели убрал а как же установить для того чтобы установить на прикрепить приложение надо вот тут напишем и начать кальк английский сейчас напишем калькулятор надо запустить приложение и вот оно здесь появляется правой кнопкой прикрепить к панельке все теперь можете его закрывать и перемещать его куда вам как говорится требуется добраться до меню управления планкам оказалось не очень то просто но в принципе значит тут такая штука нужно нажать клавишу control вот появляется с листом бак надо как-то между ними как-то встать вот нажать правую кнопку мышки при нажатой контроле и зайти параметры здесь значит все посмотрите вот расположение значит снизу можно значит расположить его там допустим слева вот так он будет выглядеть ну юмор понятен да располагайте где хотите по центру можете делать можете вот сюда сдвигать можете вот сюда сдвигать как вам нравится вот здесь значит поведение опять-таки можете покопаться тут самые различные варианты ну иначе тут есть вот доклеты но в принципе вот хороший доклет вот этот вот клипе вот она он позволяет на это калиборд запоминает самые разные команды которые вы в процессе там работы вводили открываете его видите список уже на команд там или там информации которые вы вводили берете просто копируете по новой вставляете что на каждый раз все то же самое не набирать значит вот таким вот образом а то есть очень такой док получился лаконичный очень на него легко установить значит и открепить него самые различные значки и сделать все это по своему вкусу значит ну и плюс значит я показал как он запускать его значит как убрать его вы увидели уже значит через системный монитор я вот таким вот образом беру и отключаю собственно говоря здесь вот и все для чего это сделано на пользователь заходит в обычном режиме там поискать по интернету что там такое поделать все нормально если какая-то серьезная работа предстоит ну тогда вот он планка запускает и как говорится тут уже все необходимое установлено значит в качестве программы для записи видео с экрана или записи с экрана значит я поставил а без студия на потому что у него вот есть вот такие вот интересные вещи фильтры вот четыре фильтра стоят на микрофоне и еще четыре поставил фильтра на устройстве воспроизведения и вот у меня качество звука на по сравнению simple screen recorder на получилось лучше то есть практически вообще никаких там шумов нет это мне настолько как говорится удивило что она потому что я бы любил и люблю simple screen recorder но здесь нужно как говорится отдать должное причем он у вас уже здесь настроен вы можете просто открыть его нажать запустить допустим запись записать то что нужно и все это дело как говорится потом проиграть вот посмотрим еще настроечки вот такие значит вот вход вот запись вот у меня значит контейнер установлен матроска и разрешение вывод делать по максимуму 1902 на 1080 и здесь вот такие вот параметры это вот самое основное теперь глянем как он будет вести себя не будет ли дерганье при записи слайд-шоу вот я запускаю слайд-шоу я уже не раз предыдущих роликов говорил что такое тиринг или разрывы то есть предыдущих версиях на 1802 у меня постоянно был тиринг теперь значит тиринга нет разрывов на почему потому что значит ну вот я сейчас специально установлю программу выйду и посмотрю было ли плавная картинка или все-таки на ней тиринга одну секунду ну как видите вот я специально проигрываю этот участок на котором мы включали слайд-шоу и никаких разрывов нет картинка получается плавная и все нормально вот таким вот образом а дальше как же это было достигнуто значит вот здесь эти си выкс 11 так вот и со своей гладочки поместил вот эту папочку вот xorg config d и в ней вот один файлик и в нем записано вот следующее и вот когда этот файлик я поместил значит на свой цинамон который у меня разрывы давал и так далее с анталовским процессором перезагрузил и у меня разрывы тихо и мирно взяли и испарились тихой сапой то есть в данной сборке значит вот это уже момент предусмотрен значит но если даже у вас все равно какие-то появляются где-то разрывы но последний какой вариант вот такой идете вот сюда завершить сеанс завершаете сеанс и стартуете цинамон в режиме программного рендеринга но если и это не поможет тогда уж как говорится ищите по интернету и желаю вам удачи чтобы вы нашли свое решение а так на данной сборке на все она работает нормально дальше значит ну что все заявленные программы программа для записи с экрана значит проигрыватели только что видели значит видеоредактор аудиоредактор работать нормально установлено значит стим для игроманов тех кто любит поиграться в самые там различные игрушки значит вам остается только вот дождаться обновления затем появится табличка что вести свои данные если вы там зарегистрированы и зайти если нет то зарегистрироваться там масса всяких самых различных игр и платных и бесплатных и для игроманов это как говорится там целое поле чудес значит также у меня значит вот есть тут балаболочка ну давайте посмотрим что она себя представляет в принципе тоже неплохая такая программка при помощи балаболки значит можно читать самые различные книги сейчас я какой-нибудь текст подгружу и мы посмотрим ну вот я подгрузил книжку значит в любом месте поставили курсор нажали зеленую кнопочку и нажали в кустах на склоне внизу были развалины покосившийся одноэтажный домик и водонапорные башни дальше чернобыль за ним широкая гладь припяти город стоял на крутом берегу противоположный пологий летом зарастал уны ну как видите значит балаболка здесь настроена и работает но оба опыту значит я хочу сказать следующее что если вы будете записывать вот этот мою сборку к себе на жесткий диск она вас перестанет работать и для того чтобы она заработала снова и нормально вам нужно будет зайти вот сюда ко мне на кладовочку покажу проще как зайти с моего сайта на кладовочку вот смотрите вот мой сайт у меня на главной странице вот написано крок вот идете на крок затем идете в раздел программы для линукс и ищите славичка балаболка сейчас вот скоро появится уже вот балаболка открываете и здесь нужно будет скачать голоса а из читалок значит но на всякий случай можете было славичка балаболку по новой скачать но ее обычно я не представляю а я обычно значит беру и скачиваю русский голос николай и его переставляю просто взяли нажали куда-то на рабочий ствол какая разница и скачали он совершенно крошечный второй голос но это английский английский эмили я думаю что он вам особенно не сильно не нужен теперь посмотрите сюда вот в этот голос взяли скачали правой кнопкой извлечь сюда и вот у вас палать папочка получилась парус николай там а вот сам по себе голос так вот правой кнопкой открыть вайн загрузчик windows программ и начинаете установку голоса и вот здесь вот нажмете починить нажмете next следующее будет вам счастье значит вот такие как говорится пироги с котятами поэтому значит я вам просто рекомендую что если значит волоболка будет там шалить ну что возьмете грубо говоря и переставите голос вот и все на таким таким же образом можете скачать там и набор книг сказать я там предварительно уже все это дело сделал вот значит то есть здесь значит вайн подсоединен балаболка работает через вайн другие программы которые будете ставить ну смотрите сами там как ставить через вайн там ту или необходимую программу дальше что еще ну соответственно значит я сделал установил все таки многим нравится qt5 архиватор который позволяет делать копии целых разделов жесткого диска и хранить их на других разделах или на внешних дисках там или даже в олдаке установил я на программу system bug причем поставил я ее и менюшку вот на английском языке у меня все потому что в данной версии ценамона файлик андрея овчарова который позволял как говорится заходить в него system bug на английском языке был внутри все было на русском а здесь у него уже в третьей линии опции сверху уже тоже появились крокозябры не стал я мудрствовать лукаво просто взял и поставил значит его на английском языке значит у меня очень много роликов на эту тему вот единственное что делаю отмечаю галочкой чтобы из образа делал вот а так значит но всего лишь там я не знаю там пару фраз выучить любой нормальный человек может установить копию установить систему и создать живую флешку вот у меня флешка создана три с половиной гигабайта которую как раз вот я и как говорится положил так себе на кладовочку наверх и вы сможете на ее уже как говорится скачивать и опробировать и пожалуйста отпишитесь как работает сборка в частности меня интересует нет ли у вас дергание экрана тиринга так называемого при записи программы там для записи с экрана и при просмотре решиме слайд-шоу вот ну вообще ваше говорится общее соображение ну что значит в актуальная коробочка настроена все на ней как говорится работает нормально я не знаю там сейчас подцепил или нет ну-ка давайте сначала гляну что я помню что перемещал там да ну вот давайте посмотрим такая засунул было такое дело из а вот это же сборочка вот когда вы ее скачаете возьмете там себя и проверить как говорится как там она что работает ну вот видите менюшка на английском языке первая строка enter нажали и пусть там себе грузится значит ну что коночки значит здесь показывают нормально все linux mint 18.2 sony 8664 ядро по вообще супер самое последнее 4 12 6 делал это я науку программа для обновления ядер решил как говорится объясню почему потому что менсонамон 18.2 будет поддерживаться до 21 года то есть 4 года поэтому значит я и постарался все основные как говорится программа для пользователя именно значит уже установить настроить и чтобы дальше а только через там он обновление люди обновлялись да и все чтобы не было особо а значит ну трудновато ему работать с такими нагрузками потому что и программа для записи с экрана берет на себя на определенные значения по центральной оперативки и в то же время виртуальная коробочка тоже как говорится ну ладно не столько говорится страшно значит ну я вот посмотрите вот классическое должно быть меню какое вот ценамон по умолчанию и только если у вас там несмотря ни на какие ухищрения все-таки идут с полохи там разрывы по экрану вот заходите в этом режиме а так вот ценамон по умолчанию вот я единичку вставлю enter и как говорится вперед и с песней вот этот нюанс значит запомните что вот значит будет всего скажем так два варианта вот если там нацепляете себе других рабочих столов это уже как говорится ваше право в предыдущем ролике я показывал как пять рабочих столов чтобы было здесь он приятный русский голос говорит вам привет ну и видно значит что все находится работает а если она грузится на виртуальную коробочку то это означает только одно значит золотое правило что если образ грузится на виртуальную коробочку этот образ может быть записан на флешку и вот уж если с флешки как говорится ничего не происходит это на вина или самой флешки вот или значит в настройках bios у вас что-то там не в порядке значит ну что значит еще какие значит нюансы но менеджер программа синаптик менеджер пакетов ubuntu cleaner ubuntu tweak к сожалению автор прекратил дальнейшие работы над ubuntu tweak и поэтому но я вынужден был перейти на ubuntu cleaner но в принципе ничего тут такого я не увидел это тот же самый урезанный ubuntu tweak может быть это даже и к лучшему вот так вот все это дело значит работает я называю пылесосиком ну можете его практически там раз в одну или в две недели две недели использовать подчищает там всякую шелуху делать это каждый день а то и по два и по три раза в день я искать вам не рекомендую вот специально в автозагрузке вот покажу в автозагрузке я значит в сборке значит отключил mega sync и dropbox это вот у меня уже здесь с моими паролями так далее они подключены а так дропбокс и мега они отключены дальше варите тоже отключена нравится вам поставили вот здесь галочку и при старте значит она будет стартовать красивая значит программа вот момент велкам но я могу вообще просто убрать да и все вот такие вот вещи что глаза не мозолил такая вот получилась вот сборка а а теперь значит давайте посмотрим как же значит можно ее скачать ну как проверять образ я вам уже показал как можно скачать откуда вот отсюда значит опять таки показываю все по порядочку хотя под видеороликом чтобы скачать сборку я вам дам конкретную ссылку а вот смотрите с моего сайта заходите на крок то есть можно будет кликнуть или на ссылку под видеороликом или вот пойти на крок сборки линукс линукс минт ценам он и вот 18.2 вот у меня значит буквально сегодня я туда положил значит вот эту вот свою сборочку я считаю что она для меня скорее всего это такая золотая как вот прежде была 17.2 тут уж я постарался как говорится и вылезал все только что возможно значит то есть можно можете на нее вот так вот заскочить или кликните под видеороликом на ссылку и сразу попадете сюда где скачаете изообраз значит контрольную сумму к нему ну пароль здесь такой значит имя пользователя юзер а пароль единичка а вот практически и все значит закрываю я крок ну и теперь значит вот я вставил флешку на 4 гигабайта значит ну вот я хочу отформатировать вот смотрю у меня значка нету вот ну вот форматирование usb флеш накопителя вот открываю я это дело вот ну пишет 3 гигабайта но на самом деле 4 здесь я как правило пишу 3 семерки и ввожу фороль а форматирует он быстро А пока там это дело делает, вот я Прикрепить Успешно, значит, сделаем Закрыть Вот от вас потребуется такая вот небольшая Ручная работа Значит Взять, закрепить и перенести сюда Чтобы он у вас всегда был под глазами А здесь вот я ссылочку помещал Вот он уже, как говорится, одну ссылочку Ножнички эти про клейборд и скопировал Не нужна она мне Вот я взял ее и очистил Значит, ну что Теперь, значит, запишем образ На флешку А дальше с флешки я уже буду делать Видеозапись, опять-таки И показывать, и рассказывать Как я устанавливаю его На жесткий диск Ну и в третьей части видеоролика Покажу там некоторые пользовательские настройки для вас Вот смотрите Открываем папочку А у меня, значит, вот здесь вот этот образ хранится Правой кнопкой мышки Создание загрузочного USB накопителя Как бы было попроще Создание загрузочной флешки Вот и все И не боли голова Нет, придумывают же такие длиннющие Ну ладно Хозяин барин Ну я всегда был против Излишнего присутствия иностранных слов в русском языке И в то же время, так сказать, неоправданного употребления длиннющих слов Когда можно использовать короткие Это я по поводу того, что пишут Аутентифицировать Ну тренгаревые Ну идиотизм Ну на кнопке проще Надо написать Окей Международное Уже, говорится, признанное выражение И пишется все разли в буквы И всем ясно и понятно Что он означает Так нет же, надо выпендриться и написать Аутентифицировать Господи Ну любители русского языка Вот понимаете как С одной стороны, значит Я, так сказать Очень бы с большим выбором Относился к употреблению иностранных слов В русском языке Ну уж, как говорится Если двух зол выбирать Ну я бы выбрал, конечно Вместо аутентифицировать Я бы однозначно выбрал бы окей Ну ладно Пока суть до дела Значит, когда образ запишется Будем с него загружаться И дальше будем, как говорится Записывать его На жесткий диск А пока посмотрим архитектуру Покажу вам, что я собираюсь сделать У меня, значит Имеется сейчас Два Linux Mint Sonomon 18.2 Один мой С моими настройками С моими паролями А второй, значит Который я делал Именно, так сказать Для того, чтобы Забросить его на крок Сборочку На отдельном разделе делал И там у меня, значит Никаких там Ни моих паролей нет Ничего Поэтому я вот Эти образы Спокойненько Забрасываю На кладовочке За собой, говорится Особой там Шелухи не оставляю Вот А тот образ Который у меня Уже настроенный Вот здесь Я вот, естественно Ни с кем с ним делиться не хочу А вот на катом разделе Жесткого диска Я давал 50 гигабайт На него Использовано 38 гигабайт Ну почему? Потому что я здесь Сделал Систембаком Парочка копий И там Еще масса чего Ну дело не в этом Вот смотрите По крайней мере Вот на этом разделе Сборочка Которую вы скачиваете Будете скачивать Она создана Я могу Обратно с флешки Прямо на этот раздел взять И записать И все То есть Останется все мое С моими настройками Вот смотрите На самом деле Значит вот Использовано В корневом 8,5 гигабайт Поэтому я говорил Что 50 гигабайт То есть Когда идет уже На второй Третий Четвертый Линуксы Я все записываю Только в один раздел Я уже Не делаю Home 2 Home 3 И так далее Это уже Нонсенс Они иначе будут конфликтовать Вот Сливаю все В один раздел Так вот Я значит С флешки Зайду в Джепартед Удалю Вот этот Раздел На котором у нас Расположена Исходная Как говорится Там позиция Снова на нее С флешки Все это дело Запишу Загружусь И Зайду на Жесткий диск На пятый раздел И там Мы будем делать Кое-какие Настройки Уже Конкретно Под Пользователя То есть Процесс Я вам Показываю Весь От и до Что еще Забыл Сказать Забыл Сказать О качалках Пока Тут оно Пишет Давайте Про качалки Еще расскажу Вот Если взять Любой Видеоролик Да Даже Этот Какая разница Основное Внимание Я конечно Уделял Гугл Хром Мне Этот Броузер Гораздо Больше нравится Чем Мозилла Ну это Скажем так На любителя И Ничего здесь Такого я не вижу Зазорного А кому то Мозилла Нравится Больше И я Против Ничего Не имею Так Вот Смотрите Значит Во первых Вот Видеоролик Любой На трубе Можно Скачать Вот Этой Качалочкой Но Она Дает Максимальное Качество Только 720 Если Тут Откроете Менюшку То Там Дальше Будет Качество Еще Ниже И Хуже Вот Есть Еще Одна Качалка И Я Ее Значит Вот Сейчас Скопирую Адрес Смотрите Сифро 4 Вот Она Вот Я Запускаю Вот Значок Я Здесь Появился Значок Я Сразу Прикрепляю Тут Найдет Он Отбросит Первый раз На страницу Где Его Там Сделали Вот Я Вставляю Ссылку У У меня Уже Значит Прикреплено И Вот Я Хочу Поставить Рядышком Где Вот Так Вот А Вот Эта Программа Она Смотрите Позволяет Записывать В качестве Уже Не 720 А 1080 То есть В максимально Возможном Качестве Вот Представляете Себя Единственное Значит Условие У этой Программы Что Если Вы Захотите Откуда Нибудь С трубы Скачивать Целые Плейлисты Ну За 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 Придется Заплатить А Так Скачивать Там По Одному По Два Файли Это Бесплатно Но Очень Хороший И Умный Как Говорится Загрузчик Видеофайлов Поэтому Могу Вам С удовольствием Порекомендовать Ну Что Еще Не Поставил Не Поставил Я Значок Парома Ну Вот Идем В Интернет Вот Он Тоже Очень Такой Бростенький Ну Тоже Закрепим Его За 27 Лет Что прошли Со дня Гибели Музыканта И появление Первой Надписи Тут Значит Телевизор Значит Три Страны Россия Украина Молдавия Беларусь Вернее Значит Есть Несколько Русских Каналов Несколько Значит Украинских Каналов И Был По-моему Беларусский Тоже Вот Беларусь Есть Тоже Надо Посмотрите Как Говорится Вот Смотрите Образ Успешно Записан Закрыть Теперь Значит Нашу Запись Я Прерываю И Начинаю Загружаться С флешки Значит Ну Вот Посмотрите У меня Здесь 50 Гигабайт В корне И 300 Там 400 Гигабайт В Хом Разделе А посмотрим Как это Дело Будет Выглядеть На Флешке Значит Останавливаю Запись Итак Я стартовал С флешки Стартовал Без Особых Проблем Сразу Появилось Систембаков Ское Меню С первой Строки Нажал Enter И вперед И спеш С ней Появилось Потом Окно Входа Напечатал Там Единичку Нажал Enter И вот Я уже На Флешке Вот Флешка Всего Ли Что Там 3 7 Гигабайта Вот Таким Вот Образом Ну И Видно Что Абсолютно Неподсоединенные Разделы Жесткого Диска Вот Они И Как Мы Говорили Что На Пятом Разделе Вот На Котором Мы Делали Сборку Вот Я Сейчас Его Сам Наглым Образом Так Возьму И Удалю Все Не Был Его Ну И Подождем Немножко Это На Флешку Так Реагирует Пишет Что На Флешке Не Верная Таблица Раздела Все Равно Вот Смотрите Не Размечено Новый Extension 4 Да Метку Да Сделаем Ну Какую Сделать Добавить Применить Название Можете Давать Любое Просто Лично Мне Оно Подсказывает Что На Этом Разделе Создается Сборка Для Загрузки Наверх Оплод Давно Наоборот Для Скачивания Поэтому Ясно Говорится И Понятно Вот Видите Значит Ставить Сборочку Мы будем На Вот Этот Раздел Жесткого Диска Вот На Этот Сейчас А Если Хотите Чтобы Сделать Своё Имя Пользователя И Свою Пароль Тогда Нажимайте На Кноточку System Install Поскольку Я копирую То Вот Я иду Сюда Помните Восьмой Раздел Вот Я И Делаю Копневым И Нажимаю Сюда Стрелочку Вот Сразу Появился Знак Корня И Вот Здесь Крестик Акцептировано Ну Что Ну Давайте Слоп Ещё Сюда Подключим Я Не Против Вот И Всё Какие Тут Данные Пользователя Никаких Нет Если Есть То Я Нажал Для Других Случаев В данном Случа Я Голочек Не Нажимаю Зачем Какие Там Данные Копируют Не Надо Вот Нажимаю Значит На Next И Вперёд Как Говорится Из Песней Ну Естественно Я Сказать Не Буду Тут Вас Особенно Сильно Утруждать Нагружать А Пока Вот Давайте Потренируемся Ещё Значит Вот Видите Как Можно У У Нас Паром Сюда Вот Мы Значок Подгрузили И 4K Видео Даунлоудер Ну Всё Как видите Располагается В определённом Порядке Поверьте Что Неспроста Я В таком Порядке Расположил Значки Для меня Это Самый Оптимальный Порядок Вот И Всё У Вас Естественно Значит Будет Там Свой Порядок Какие-то Значки За Ненадобности Потом Открепите Какие-то Там Добавите Всё же Очень Просто Делается Дальше Например Какая-то Программа Вам Не нужна Их Очень Легко Как говорится Там Удалять Ну Допустим Я Практически Не пользуюсь Почтовиками Вот В браузер Так Вот Правой Кнопкой мышки Удалить Нажимаете Появится Окошко Заведёте Пароль И Программа Полностью У вас Удалится Если Какое-то Там Из моих Там Этих Приложений Вам не нравится То же самое Нашли Его Здесь Кликнули Удаляется Очень Красиво И Хорошо А хвостики Потом Почищаются Убунту Клинером Вот Практически И вся Недолго Сборка Получилась Где-то 3,5 Гигабайта Ну За счёт Того Что В неё Значит Во-первых Вошёл Вайн С балаболкой И плюс Значит Программа Для игроманов Чтобы Там Они Не шарились Нигде Ничего Кстати Для игроманов Значит Вот Хочу Ещё раз Порекламировать Одного Очень Хорошего Автора Ему Дан Целый Раздел На моём Сайте В основном Там Его Видеоролики По Настройке Там И запуску Различных Игр Вот Это Олег Из Астрахани Значит И сейчас Ну давайте Посмотрим Так Зайдём На сайт На сайт Целая Сладка Игры Занимается Он этим Делом Значит Давно Автор Он Очень Такой Вдумчивый Толковый Всегда К нему Можно Как говорится И на его Там Последние Видеоролики Заскочить Ну и Как говорится На сайте Здесь Вниманием Не обзелён Потому что Он очень много Сделал Хороших Видеороликов По различным Играм И В очень Хорошем Качестве Вот Практически И всё Значит Ну Допустим Смотрите Олег Стогни Из Астрахани Значит У Олега Вот Если Кликнуть По Его Как говорится Иконке Значит Вот Видео И все Видео Значит Пожалуйста Можно Посмотреть Я люблю Обычно Смотреть Списком Делаю Вот Так То есть В порядке Самых Свежих Более Старым И Здесь Посмотрите Сколько Он Сделал Полезных И Хороших Видеороликов У Меня Это На сайте Только В основном Его Ролики По Играм Но Помимо Всего Прочего Посмотрите Очень Хорошие И Толковые У него Видеоролики Вот Они Все И В качестве Делает Он Очень Хорошим Вот Если По Любому Там Кликнуть Давайте Опять Другие Ролики У него Вообще Как Правило В качестве 1080 То Есть Вот Таким Вот Образом Вы Можете Особенно Кто Любит Поиграться Значит Пользоваться Наработками Значит Олега Ну Короче На нашем Сайте Он Пользуется Особым Уважением Очень Много Сделал Как говорится И для Сайта И для Людей Которые Любят Поиграть Скажем Так Не Проходите Мимо Информация Как говорится Очень Полезная А Когда Посмотрите Его Значит Подходы К Установке Настройке Различных Игр Чтобы Они Запускались На Линуксе То У нас Появится Своего рода Тоже Как бы Свои Подходы Уже Сами Сможете Потом Самостоятельно Уже Многие Игры Как говорится Запускать И делать Тригодными Для Линукса Ну вот Установка Закончилась Ну что Последний Раз Посмотрим Давайте Теперь На Вот это Дело Ну теперь Уже Освежим Информацию Вот Пересканируем Устройство Ну вот видите Значит Полностью Настроенная Сборка Совсем 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 Заняла Значит Место 10 гигабайт Вот тут Уже Как говорится Там Ну все Самое Необходимое Ну что Теперь Значит Я Перестартую Значит Уже Выключу Компьютер Выму флешку И стартуем Жесткого диска С Восьмого Раздела Итак Я Загрузился Жесткого Диска На Восьмой Раздел Вот Давайте Посмотрим Как говорится Не будем Голословными Проверим Что у нас Там Действительности И сколько Там Все Это Дело Занимает Хотя Здесь Могу Сказать Что Как мы Говорили Около 10 Гигабайт Занято И свободно Еще 37 Гигабайт То есть Вполне Скажем Достаточно Так Ну и что У нас Джепартед Долго Думал Но все Так Решил Загрузиться Ну это По первому Разу Так всегда Бывает Вот Посмотрите Значки С телефоном Обозначают О том Что Подсоединен Раздел Вот у нас Восьмой Раздел У нас Подсоединен На расширенном Разделе И Также Подключен Файл Linux Swap Вот Файл Подкачки Ничего не Используется Но имеется В резерве 4 гигабайта Все ясно Просто Понятно И вот Значок Слежа Означает Что это Корневой Раздел Вопросы Есть Вопросов Нет Флешки Нет Вот Вынул Я ее Ну Теперь Давайте Посмотрим Как Производить Некоторые Настройки Уже Как говорится Под Себя Любимого Под Пользователя Значит Ну Первым Делом Значит Всегда Необходимо Настроить Интернет Правой Кнопкой Правой Нет Левой Нажимаете Идете В параметры Сети Там Будет Список Сетей И Значит Вы Нажмете Вот Сюда Настройки Пойдете Значит В безопасность И Заведете Пароль Сети Который Значит На Который Вы Подписаны Нажмете Применить И Будет Вам Как говорится Счастье Менеджеры Интернета Ну Как правило Работают Очень Хорошо Без Проблемно Дальше Иногда В коночках Вот Идет Как бы Нулевая Информация И нужно Проверить Правильно Ли Они В данный Момент Показывают Тут у меня Цифры Появились Значит Я уже Знаю Что У меня Все Показывает Нормально Но Если Имеются Какие-то Проблемы То Всегда Можно Сделать Такую Команду Значит Вот Одна Называется If Config Вот Она Красавица Сидит Здесь И Есть Еще Программа Только Для Wi-Fi То Есть Для Беспроводных Сетей Она Называется I W Con F G Вот Таким Вот Образом Но В любом Случай Что Здесь Что Здесь Вот Они Определяют Вот Это Выраженец Оно Одинаковое Что Здесь Что Здесь Видите Да А Это Значит Что Нам Нужно Знать И Если У Вас В Коночках Ничего Там Не Показано Вот Идете Вы В Приложение Открываете Вот Конки Менеджер Встаете Вот Здесь Настройки Идете В Сеть Ну Видите Вот Оно Уже Сюда Вставлено А Если Значит У Вас Другое Значит Вот Скопируете Вставите Сюда Нажмете Примените Посмотрите Если Цифры Бегут По Экрану Значит Все У вас Настроено Нормально И Хорошо Значит Это Хороша Чем Что Она Определяет Как Беспроводные Сети Так И Проводные А Команда IW Конфект Это Только Для Беспроводных Сетей Вот И Вся Разница Значит Ну Что Первым делом Интернет Значит Взяли Подсоединили Дальше Естественно Значит Возникает вопрос Настройка Времени Вот Даты И Времени Пошли Сюда Разблокировать Завели Пароль Там Единичку Нашу Живете Где-нибудь Там Вот здесь Там В Ульяновске Взяли Там Разблокировали И все Чита Там Ланбатр Куда угодно Вон В Ходивосток Можете Поставить То есть Я Не против Ну Вот Москва Все Взяли Заблокировали И сейчас Будет показывать Уже Время По Москве Значит Дальше Закрыли Погода Вот Это Погода По Леверху Где я Живу Правой Кнопкой Настройка Получить Значит Код А будем Искать Москву Показываю На примере Вот здесь Английскими Буквами Можете Там иногда По словарю Посмотреть Как ваш город По-любски Называется Мы Напишем Москва И нажмем Кнопочку Lookup Поискать Москва Район Федеральная Столица Вот он Скопировали Ставили сюда Значит Здесь Указано Км в час Миллиметр Артут Столба Прогноз Давать на 5 дней В неделю И так далее Привет Из песни Смотрим Сделано Все по Москве Значит Интернет Настроен Дата И время Значит Настроена Погода Настроена Дальше Там опять Какие Смотрите Смотрите К примеру Зашли Вы В интернет Вот Какой-то Программа Вам Считает Что она И место Занимает И что Она Вам Не нужна И так Далее Вот Пошли Например Почтовый Клиент Thunderbird Правой Кнопкой Мышки Удалить Нажимаете Единичку Окей Сейчас Окошечко Появится Нажимаем Еще раз Окей И этот Thunderbird Будет Удален Я Стараюсь Не держать Почту На своем Компьютере Всегда Проверяю Почту В интернете И Все То есть На компьютерах Себе Грязь Не заношу Дело Сделано Там Что-то Добавляли Там Что-то Удаляли Все Вот Взяли Вот так Вот Отметили Все Пылесосиком И Он Все Это Дело Опускает Вычищает Завели Пароль Вот Сообщение Здорово Ваша Система Чистая Хорошо Когда Вы там Окончательно Все это Дело Себе Поднастроили Естественно Возникает Вопрос Скажем Поменять Пароль Да Ради Бога Вот Зашли сюда Вот Пользователи И группы Завели Единичку Стали на Пользователя Вот Пароль Вот Теперь Можете Новый Запустим Пароль Завести Вот Показывать Его Так вот Теперь Не менее Восьми Букв Там Цифр Или Символов Должно Быть Указано Вот Например Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Существуется Желтый Восемь Восемь Вот видите Зелененькая Появилась И дальше Повторяем Раз Два Три Вот Совпадает Нажали Извините И в следующий раз У вас Пароль Будет Уже Вот Такой Вот Длины Не менее Восьми Цифр Букв Старайтесь Делать Какие Необычные Но Запоминающиеся Для вас Пароли Чтобы Запомнил Раз Так Чтобы Надолго Было Мало того Можете Сюда Добавить Еще Допустим Еще Какого Нибудь Пользователя Со Стандартными Правами С Правами Администратора И так Далее Добавили Администратора Сделали Ему Там Допустим Ну Вот Смотрите Допустим Вас зовут Сергей Вы Написали Добавили Вот Пожалуйста Сергей Ковалев Значит Пароль Еще Пока Не Установлен Ну Знаю Все Это Дело Вот Пожалуйста Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь И Теперь Значит Нажимаем Я На Изменить Значит Ну Что Теперь У нас Будет Иметься Два Как Грит Две Группы Пользователей Сейчас Значит Я Попробую Показать Как Вам Дело Все Это Выглядит Вживую Вот Давайте Я Сейчас Выйду Из Сеанса И Попробую Переключиться На Другой То Есть Я Зайду Сюда Вот Завершить Сеанс Нажму И Помните У него Был Пароль Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Нажмем Enter И Здесь Выкодом Начало Начинать Сначала Как Видите Практически Значит Вот Я Заходил Сергея Ковалева Ну Там Практически Все Надо Пароли По новой Ставить И Так Далее Но Та Программа Которая Установлена Они Стоят Но Настраивать Их Придется Говориться Уже Самому Теперь Дальше Вот Я Сейчас Хочу Посмотреть Как Это Дело Будет Выглядеть Вот Здесь Посмотрите Убирать Убирать Зависит От Вас Вот Допустим Взяли Сергея Ковалева И Удалили Да Все И остался По-прежнему Наш Как говорится Один User Ну И Как Пароль Сделать Любой Длины Вы Уже Теперь Знаете Значит Ну Это Вот Основные Такие Скажем Возможности Моей Сборки Еще раз Хочу Подчеркнуть Что Я Сборкой Доволен Почему Потому что Мне Долго Не давало Покоя Что Сполохи Там Пробегали По экрану Восемнадцатых Сборок Разрывы Там Были Качество Звука Очень Меня Не устраивало И Мне Многие Пользователи Писали Там Редактируете Там Через Аудасити И так Далее Ну В конце Концов Вот Все так Я так Поднастроил Абс Студия Что Практически Ролики Не нуждаются В дальнейшей Обработке Потому что Если шум Там и есть Шумы Какие-то То они Минимальные И Не мешают Создание Видеороликов Значит Ну Что Вот Вкратце Значит Все О моей Сборке О том Как ее Скачать Как мы Там ее Записали Как Вот здесь Под себя Значит Ее Самое Необходимое Поднастроить Как Поменять Пароль Ну Вот Фишку Вам Еще Могу Погазать Такую Вот Смотрите Допустим Открыли Виртуальную Коробочку Раз Ну И давайте Что-нибудь Там Откроем Мозилу Пусть там Она открывается Вот Например Такая Вещь Да без проблем Там Ваши Проблемы Вот Эта фишка Располагается Вот здесь Обзор Рабочих Областей Четыре Рабочих Области Вот Мы можем Пораскидать Во все Рабочие Области Все Самое Необходимое Вот оно Посмотрите Что здесь Допустим У нас Мы смотрели Да Дальше Перетащить Можно В любую Область Вот То есть Очень удобно Управлять Как говорится И не надо Загромождать Рабочий Стол На одном Рабочем Столе Там Держать Там Кучу Там Открытых Оку И прочее А Тоже Хорошая Фишка Ну Ладно Значит У меня К моим Значит Зрителям Очень Такая Большая Просьба Значит Отпишитесь Как у вас Работают Программы Для записи С экрана Вот Абс Как это Все дело Воспроизводится Нет ли там Разрывов Нет ли Шумов И так далее Потому что Вот у меня Сейчас В данном Случае Ну Довольно-таки Чистенько Это самое Пишет И Воспроизводит Даже Самому Греца Нравится С этого момента Допустим Для себя Я уже Вон Видели Что я Перекочевал С золотой Сборки 17.2 На 18.2 Которые Скорее всего У меня Тоже будет Золотой Сборкой Потому что На ней Ну все Настроено И все Хорошо Работает Единственное Я встречал Только Момент Значит Вот такой Покажу Значит Напортачили Они Там Эти Разработчики Программы Супер Бут Менеджер И Система Дает сообщение Что Использован Там Нестойкий Алгоритм Там Шифрование Там Что-то Там Такое Вот Ну Порезков По интернету Я понял Что На своем Значении Это Не играет А это Уже Вина Самих Разработчиков Вот Смотрите Что Делать Надо Вот Значит Удается Значит На адрес Супер Бут Менеджера На Ланчпаде Пишут При подписи Ключом Ля-ля-ля-ля-ля-ля Используется Нестойкий Алгоритм Свертки Значит При подписи Нестойкий Алгоритм Вот Напросто Закрываете И все И не парьтесь Ничего страшного Никаких там Ни вирусов Ничего нет Программа чудесная И помогает Настроить Очень хорошо Меню загрузки Особенно Если у вас Там стоит Три Четыре Или пять Операционных Систем Вот Поэтому Вот Именно Этого Открывается Бояться Не следует Вот Допустим Библиотеку А у меня Выставлено Вот Посмотрите Параметры Уровни Только Два Уровня Все И Автообновление У меня Тут стояло Два часа А у меня Выставлено Раз в месяц Потому что Система Хорошая Надежная И нечего Каждый раз Ее Каждые два часа Теребить Смешно Не нужно Здесь Можете Снять Допустим Галочку И написать Игнолировать Обновление Для этого Пакета Потому что Четвертый уровень У меня Только Отмечено Первые два уровня Все Ну и еще Немаловажной Настройкой Является Выставка Так Источники Приложений Настройка Зеркал Вот Запустили Их Нажимаете Вот здесь Вот Первое И ждете Когда появятся Там данные Со скоростью Естественно Это зависит От вашего Места жительства Выбирайте Как правило Подождите Там минутку Другую И выбирайте Все что С самой большой Скоростью Это идет На первой строке Выбрали Нажали Применить Базовый Значит Тоже Зеркало Пожалуйста Тоже Встали Ждете Там минутку Подождали Все нормально Применить Затем Нажимаете Обновить Кэш Это глупость Значит Игнорируете Ну и На этом Настройка Менеджера Обновлений Я считаю Что Завершена То есть У вас будет Самое близкое К вам Зеркало И поэтому С самой большой Скоростью И будут качаться Все эти Обновления Вот таким Вот образом Больше не надо Как говорится На мозги Капать Вот такие Вот Бывают Скажем Ну Нюансы А так В принципе Ну я вам По моему О своей сборке Довольно-таки Подробно Рассказал Значит Для любителей Покритиковать Значит Ой У тебя Столько тут Программ Понаставлено Как новогодняя Ёлка И так далее Скажу сразу Эта сборка Сделана Не для вас Господа А сборка Сделана Для людей У которых Нет времени На настройку На подгонку И так далее Даже если Человек Скачал Ему программы Не нужны Он вон Пошел Как я уже Научил Взял Ненужное Удалил И все Почистил Пылесосом Презис Песни Зато Те программы Которые Вызывают При установке Определенные Трудности У него Уже Или у нее Установлены Поэтому Всех Тех Песен Потому Что А У тебя Очень Много Программ И так далее Эти песни Мне кажется Не фойки Сборка Сделана Для людей У которых Просто Нет времени Заниматься Установкой И настройкой А настройка Значит И подгонка Порой Занимает Очень много Времени И требует Большого Терпения К тому же А так Вот пожалуйста Нравится Качайте Пользуйтесь Не нравится Не качайте И не пользуйтесь Скачали Будьте любезны Уважайте Труд автора Просто Напросто Напишите Допустим У меня там Ноутбук Там Асус Там такой-то Можете Написать Сколько Оперативки Сколько На жестком Диске И допустим Сборка Работает Нормально Или нет Два Для меня Важных Вопроса Качество Звука Если вы Сами Записываете Там И качество Видео Изображения Вот меня Это интересует Потому что Я Долго Над этим Делом Бился Все остальное Как говорится Сказано Показано И я тут Больше вам Ничего Не буду Рассказывать Причем Опять-таки Разработчики 18.2 Опять-таки Свою казу Сделали Поставили Старый офис Мне пришлось Офис Ставить Самую последнюю версию Самому Так что LibreOffice Поставлен И поставлен На самой Последней версии Вот Проверка Обновлений LibreOffice 54 5.4 Последней версии Вопросы Есть Вопросов Нет Ну ладно Я Желаю Вам Всего Самого Доброго И наилучшего Всяческих Успехов И Значит Пишите Как говорится Свои там Предложения Замечания Как там Сборка Ставилась Там Как Что Для меня Это интересно Потому что Сборка Я сделал так Чтобы люди Могли Пользоваться Ей 4 года И чтобы У них Под рукой Было Все Самое Необходимое Ну ладно Желаю Всего Доброго И До новых Встреч